Меня зовут Андрей. В ближайший час мы сегодня с вами поговорим про Windows Server. Начнем с самого начала, разберем азы, поговорим про установку, поговорим про внешний интерфейс. И в дальнейшем мы с вами перейдем уже непосредственно к изучению каждой роли, каждого компонента, который пригодится каждому администратору на любом месте работы. Итак, раз меня слышно, видно и видно презентацию, то предлагаю начинать. Итак, Windows Server является серверной операционной системой. Если уводить в небольшие дебри наши знания, то можно из операционных систем выделить несколько их видов. Это настольные операционные системы, это серверные операционные системы, это сетевые операционные системы, и мобильные операционные системы, и операционные системы специального назначения. Мы с вами будем разбирать настольные и серверные операционные системы. Сетевые операционные системы, это операционные системы, которые у нас находятся на сетевом оборудовании. Например, Cisco EOS, самый популярный представитель сетевых операционных систем, собственно, на оборудовании от компании Cisco. Мобильные операционные системы мы прекрасно понимаем, какие. iOS, Android, Windows Phone, Symbian, BlackBerry OS, еще такие операционные системы раньше существовали. Операционные системы специального назначения до определенного момента, до десятых годов, я бы даже сказал, до 2008 года, была идея разработки операционных систем специализированной под терминалы, под банкоматы, под кассовые аппараты. Сейчас такой уже нужды нет, так как аппаратное обеспечение данных устройств позволяет поддерживать и прекрасно поддерживать настольные операционные системы. Но к операционным системам специального назначения у нас относятся операционные системы под Raspberry Pi, под Raspberry Pi и под идею, под концепцию Smart House умного дома. Сегодня мы с вами поговорим про настольные операционные системы, про серверные операционные системы, а именно про операционные системы от компании Microsoft. В нашем случае это операционные системы семейства Windows Server. Если мы немножко вдадимся в историю, вспомним, что изначально, скорее всего, мы с вами, так нам повезло, что столкнулись с операционной системой Windows XP в 2001 году, она появилась. Далее у нас была Vista и Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10, которым до сих пор мы с вами продолжаем во многом пользоваться. Из серверных линеек у нас Windows Server 2003, до сих пор тот сервер, который активно существует на рынке, не так, правда, оговорился, не так активно, но до сих пор он жив. Windows Server 2008, 2008 R2, Windows Server 2012, 2012 R2, Windows Server 2016 версии 2016 года выпуска и, собственно, Windows Server 2019 версии 2019 года выпуска. Windows Server 2008, 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 R2 это те версии серверных операционных систем, которые активно используются до сих пор в инфраструктурах различных организаций. Windows Server 2019, несмотря на то, что он, казалось бы, появился в 2019 году, на дворе 2020 год, и, казалось бы, всегда надо идти вперед, надо всегда обновляться, но не всегда надо спешить. Здесь нужно, перед тем, как мигрировать с одной версии на другую версию операционных систем, будучи и настольной операционной системой, будучи и серверной операционной системой, нам нужно с вами для начала подучиться работать в новом интерфейсе, освоить новые функции, понять, какие появились различия между предыдущей версией, предположим, между версией 2012 R2 и 2016, посмотреть вариации безболезненной миграции и только после этого производить действие, то бишь, подытожим, понять функционал новой, разницу между предыдущей и новой версией, самому поучиться и разобраться в этом интерфейсе, и после этого, только после этого безболезненно мигрировать. Но помним то, что при таком подходе лучше самостоятельно собрать небольшой стенд с помощью виртуальных, из виртуальных машин, для себя понять то, что нам такое обновление нужно, и только после этого совершать это обновление. Не просто так. На слайде у нас указано такое сравнение операционных систем. Во-первых, изначально появляется пользовательская либо настольная операционная система, а после нее выходит, в следующем году выходит серверная операционная система. После нее выходит серверная операционная система. Желательно в инфраструктуре организации соблюдать, если со стороны серверной операционной системы, например, используется 2012 R2, то со стороны клиента лучше использовать идентичную ему настольную операционную систему, либо операционную систему выше. То бишь, получается, если мы в инфраструктуре используем со стороны серверной части 2012 R2, то лучше использовать у клиентов Windows 8 и 1, либо Windows 10. Перескакивать через версии нежелательно, так как каждая серверная операционная система была разработана под определенную настольную операционную систему. Конечно, сразу ошибки и сразу огрехи вы не заметите, если не соблюдать сходства, но в самый неподходящий момент, как всегда у нас у администраторов происходит, ошибки могут в несоответствии появиться. Поэтому лучше соблюдать идентичность операционных систем. Если говорить про разницу, почему существует настольная операционная система, для чего существует серверная операционная система, то есть 2, даже не 2, а 4 момента, на основе которых операционная система будет у нас между другом отличаться. Во-первых, интерфейс. Наверняка вы уже знакомы с интерфейсом серверной операционной системы и заметили, что он кардинально отличается от настольной операционной системы. Даже если мы возьмем Windows 8 и Windows 2012 R2, то все равно, хоть у них и используется стиль, так называемый метро, метро-стиль, когда меню пуск у нас выглядит в виде иконок, в виде прямоугольничков и квадратов. Стиль, который разработала компания Windows, Microsoft под себя называется метро. Но интерфейс, само рабочее пространство у нас кардинально отличается. Интерфейс кардинально отличается. Это, во-первых, сделано это с той мыслью, чтобы пользователи не отвлекались на серверные какие-то функции, ну а мы, как администраторы, не отвлекались на пользовательские функции. Функционал как раз. Второе, функционал и ресурсы, второе отличие этих операционных систем. В маленьких организациях, когда у вас количество пользователей до 10, есть вариант использовать персональный компьютер с операционной системой, предположим, Windows 8 или Windows 10, как сервер. Мы спокойно можем с вами это реализовать, так как такие функции, как сервер DNS, система DNS, сервер DHCP, про который мы с вами будем разговаривать, мы также можем развернуть и на клиенте. Ограничение в сервере DHCP заключается в том, что он может обслуживать, назовем это так, только 15 подключений, но в маленькой организации, в принципе, и клиент, и настольная операционная система за серверную тоже сойти может. Но наверняка не каждый из вас задумывался о том, что действительно DHCP сервер реализован и в Windows 10. Вот это как раз сделано с той мыслью, чтобы пользователи в настольной операционной системе не отвлекались на ненужный им функционал, а мы, как администраторы, в серверной операционной системе не отвлекались на для нас ненужный функционал. И, конечно же, отличие этих операционных систем – это модель лицензирования, про которую мы позже с вами обязательно поговорим. Итак, первое отличие – это интерфейс, второе отличие – функционал, набор функций, ну и, собственно, и предназначение. Третье отличие – это потребляемые ресурсы. Под этим я подразумеваю то, что, естественно, под серверную операционную систему и под настольную операционную систему нужно собирать разную аппаратную конфигурацию, зачастую совершенно разную аппаратную конфигурацию, и модель лицензирования. К сожалению, мы не можем с вами позволить использовать пиратское программное обеспечение в организации, так как за это предусмотрены определенные санкции в виде штрафа. И, как для юрлица, это немалый штраф. Да и в любом случае штраф получать – это не всегда приятно, никогда это не приятно. Поэтому модель лицензирования у операционных систем совершенно разная. К модели лицензирования мы с вами вернемся позже. По своей структуре серверная операционная система Windows Server разделена на две части. У нас есть компоненты и у нас есть роли. Роли и компоненты. Roles and Futures. В английской версии Windows Server так звучат эти моменты. И к ролям у нас относятся, к примеру, тот же самый DHCP сервер, роль DHCP, та же самая роль DNS, роль Active Directory. Кто уже знаком с Windows Server знает эту роль Active Directory. Как доменная служба и как центр сертификации. К компонентам у нас относится, предположим, служба Ktelnet для удаленного соединения с серверами. Библиотечка .NET. Также к компонентам у нас относится, предположим, реализация сервера FTP. Тоже компонент. А уже к ролям, если мы заговорили про FTP, будет относиться служба интернет. Так называемая служба интернет IIS. ИСА еще ее называют. Роли – это самостоятельные сервера, которые не требуют какой-либо поддержки. А компоненты без ролей существовать у нас не могут. То бишь, роль можно установить самостоятельно, компонент самостоятельно установить не получится. Так как компонент должен быть обязательно привязан к какой-либо из ролей. Например, если мы говорим про компонент FTP сервера, он привязан к службе интернет. Компонент, кстати, библиотечка .NET также у нас, в нашем случае, привязана к IIS. В общем, подытожим. Роли – самостоятельные члены нашего сервера. Компоненты – взаимосвязанные функции с ролями. Роль может существовать отдельно и установлена быть отдельно. Компонент установлен быть отдельно не может. Коллеги, забыли проговорить один важный момент. Если появляются у вас вопросы, то не обязательно дожидаться конца вебинара сегодняшнего. Вы можете смело задавать их в чат. Либо с помощью пальца клавиатуры, либо с помощью голоса. Не стесняемся, подключаемся, появляются вопросы, моментально их будем разбирать. По интерфейсу Также серверные операционные системы у нас различаются. Интерфейс у нас может быть графический, так называемый GUI – интерфейс. График – юзер – интерфейс. Интерфейс у нас может быть консольный, так называемый консольный. Комманд-лайн-интерфейс. Интерфейс командной строки. Вариация установки интерфейса, выбор установки интерфейса происходит в момент установки операционной системы, серверной операционной системы. Исходя из задач, исходя из наших умений, администратор выбирает, нужен ли ему либо графический интерфейс, или консольный интерфейс. В случае, например, Windows сервера, максимально распространен использование, конечно, графического интерфейса. В случае, кстати, операционной системы Linux, распространено использование консольного интерфейса. Мы с вами будем знакомиться с графическим интерфейсом. А консольный интерфейс, кстати, в вариации Windows сервера, также называется как Server Core. То бишь, Server Core. Существует две основные редакции Windows сервера. Это редакция Standard и редакция Data Center. Исходя из требований, которые мы выдвигаем к серверной инфраструктуре, мы с вами как раз и решаем, какую из этих двух редакций нам с вами нужно приобрести. Конечно, существуют и другие редакции у Windows сервера, но наиболее популярные это Standard и Data Center. Исходя из двух, назовем так, Standard или Data Center, зачастую побеждает, конечно, версия Standard. Во-первых, какая у них разница? Точнее, как понять, какая у них разница? При покупке на официальном сайте Microsoft, если вы так совершаете покупку, вы всегда можете проконсультироваться с помощью нескольких вещей. Во-первых, это технические характеристики двух версий операционной системы. Это во-первых. А во-вторых, не забываем про Google. Это наш самый, на самом деле, мне кажется, основной инструмент системного и сетевого администратора. И не забываем про то, что существуют специалисты технической поддержки именно от компании Microsoft, либо от той компании, у которой вы собираетесь покупать лицензию данного продукта. Вы всегда можете обратиться по телефону, либо самостоятельно искать информацию на сайте, либо с помощью поисковых систем. И сравнивать огромное количество характеристик и находить разницу между Standard и Data Center. Кардинальной разницы, забегу вперед, между ними нет. Есть разница по количеству одновременных подключений. Например, может ли один и тот же администратор подключаться, и какое количество этих администраторов может подключаться удаленно к серверу. И разница заключается еще в, сколько может видеть оперативной памяти, количество процессоров и объема жесткого диска. Стандарт и Data Center в таких моментах заключается разница. И также разница заключается в, каком количестве клиентов или какое количество запросов одновременных может обработать версия Standard или Data Center. Ну и разница в цене, конечно. Разница в цене есть, и, к сожалению, она существенна. И, исходя из всех вышеперечисленных параметров, зачастую побеждает версия Standard. Если говорить про минимальные характеристики, минимальные требования, которые мы должны учесть при установке Windows сервера, минимальные характеристики со стороны аппаратной части, то процессор, конечно, который представлен на слайде, лучше выбирать более, скажем так, большего количества тактовой частоты. Но архитектура должна быть 64 бита. Оперативная память минимум 2 гигабайта, минимум 2 гигабайта оперативной памяти. Но, исходя из опыта, пользование лучше минимум брать от 4 гигабайт. И количество гигабайт жесткого диска минимум 32 гигабайта. Но лучше, конечно, использовать несколько жестких дисков, и, конечно, не каждый по 32 гигабайта, а большего объема. И желательно использовать специализированные серии жестких дисков именно под серверные нужды, а не под нужды настольного компьютера. И, как минимум, один сетевой адаптер нам нужен для того, чтобы мы смогли установить Windows сервер. Конечно, если в компьютере не будет в сервере, не будет сетевой карты, то Windows сервер, конечно, установится. Но тогда просто появляется вопрос о смысл. Если не будет сетевого адаптера. Минимум 1, желательно, конечно, и сервера зачастую идут в той комплектации, серверные материнские платы, то, что используется, минимум 2 сетевых адаптера. И так как мы с вами производим установку зачастую в 21 веке, назовем это так грубо, зачастую производим установку операционной системы не на саму физическую машину и не используем несколько физических машин, на которых установлено по одной серверной операционной системе. Такой подход был достаточно давно и сейчас он, конечно, является несовременным. С появлением такой технологии и концепции, как виртуализация, виртуальные машины, нам данное действие производить не нужно. Исходя из типов виртуализации, которых выделяют два, либо автономная виртуализация, еще она называется аппаратная виртуализация, либо на базе операционной системы, либо программная виртуализация, мы с вами имеем следующую архитектуру установки серверной операционной системы. У нас с вами на самом нижнем уровне есть сервер. Дальше, если мы говорим про автономную, либо аппаратную виртуализацию, сервер, нежели какое-то аппаратное обеспечение. Дальше мы устанавливаем гипервизор, непосредственно то программное решение, которое нам в дальнейшем помогает работать с нашими виртуальными машинами. И уже на этот гипервизор мы с вами устанавливаем те серверные операционные системы, которые нам нужны дальше в нашей инфраструктуре. Если мы говорим про второй тип виртуализации, то берется оборудование, второй тип виртуализации на основе операционной системы, на базе операционной системы, либо программная виртуализация, ее еще так называют. Мы с вами берем оборудование. На оборудование привычным нам способом устанавливаем операционную систему, а уже на операционную систему устанавливается программный гипервизор, и уже внутри него установлено несколько операционных систем, виртуальных машин. Данный подход, что первый и второй вариант, имеет право на жизнь, имеет право на существование. Исходя из ваших нужд и исходя из ваших умений, вы при установке, при развертывании инфраструктуры сами выбираете, какой способ вы будете реализовывать. И самые популярные представители гипервизоров, это у нас VMware, гипервизор от компании Oracle VirtualBox, и гипервизор от компании Microsoft, Microsoft Hyper-V, Hyper-V Server. Исходя из опыта пользования, лучше, конечно, придерживаться продуктов от компании VMware, и в инфраструктуре, и в учебных целях, обучающихся целях. Также, если есть возможность, то можно использовать, и нужно использовать Microsoft Hyper-V. VirtualBox из такой линейки я бы поставил на самое крайнее место, так как есть определенные проблемы с этим гипервизором. Например, одна из самых популярных проблем, это в один прекрасный день, запуская ваши виртуальные машины, вы увидите ошибку, неизвестную ошибку, и восстановить вашу виртуальную машину у вас не получится. Поэтому, чтобы избежать такую неприятную ситуацию, то использовать лучше другие гипервизоры, так называемые в поле или в бою, то бишь в реальной инфраструктуре. А в качестве обучения можно, конечно, и VirtualBox использовать. Если симулировать мой компьютер, представим, что это сервер, представим, что это нижний уровень у нас оборудования, то в данной реализации, в данном варианте точнее, у нас реализована как раз, у меня реализована виртуализация на основе операционной системы. Получается то, что у меня установлена операционная система на ноутбуке, далее, в этой операционной системе установлен гипервизор, VMware Refusion, в моем случае, и установлена в гипервизоре операционная система, виртуальная машина с Windows Server 2012 R2. Так и получается. Оборудование ноутбук, операционная система, какая-либо операционная система, Mac OS или Windows 10, предположим, и гипервизор VMware Workstation, в котором несколько виртуальных машин. Когда вы будете реализовывать домашнее задание, или, если вам что-то будет интересно, вы захотите с чем-то поиграться, например, с Linux, с Linux, с другими операционными системами, либо с какой-то одной технологией, то, конечно, ради этого вам не нужно удалять вашу основную операционную систему, вам не нужно искать второй компьютер, вам не нужно ничего устанавливать в параллель вашей основной операционной системе. Вы как раз скачиваете бесплатный дистрибутив одного из реализаций гипервизора, и у вас получается виртуализация на базе операционной системы. Краткие моменты по установке серверной операционной системы. При установке операционной системы Windows Server мы с вами в первую очередь увидим окошко, в котором нас просят установить язык интерфейса, формат времени и денежных единиц, и раскладка клавиатуры по умолчанию. Желательно, конечно, использовать, если есть у вас такая возможность и, на самом деле, вы должны к этому стремиться использовать английский язык, интерфейс на английском языке. Так как, во-первых, назовем это так, это родной язык для данной операционной системы, а во-вторых, количество мануалов, гайдов и информации в интернете на английском языке намного больше, нежели на русском языке. И сейчас так пошло, то, что современный IT-специалист должен обладать уверенным, техническим английским языком. Поэтому, по возможности, при возможности, конечно, используйте английский язык в Windows Server. И остальные моменты, что касаемо, например, раскладки клавиатуры, тоже переключайте на английский язык, сразу переключайте на английский язык, так как вы очень мало символов будете вводить на русском языке, именно в Windows Server. Поэтому пускай будет использоваться английский язык. Что касается, кстати, формата времени и денежных единиц, есть программное обеспечение, которое в дальнейшем вы планируете разворачивать на своем сервере, которое, кстати, очень ревностно относится к данному пункту. Казалось бы, ну, какая разница, как у нас время показано и какие денежные единицы у нас по умолчанию, рубль или доллар. Но, например, есть программное обеспечение, к сожалению, я не подскажу его название, но связано оно с администрированием страны менеджмента, именно фитнес-индустрии, индустрии фитнес-центров. И в данной области есть определенный монополист, и который интерфейс данного программного обеспечения, он идет на английском языке, и для того, чтобы не возникало конфликтов при установке данного программного обеспечения на сервер, нужно выбирать формат времени, как в Англии. К сожалению, вот есть такой вот момент, и он редко сталкивается, он редко появляется, но когда вы планируете инфраструктуру и понимаете то, что вы будете использовать далеко не стандартное программное обеспечение, то желательно этот момент уточнить по поводу формата времени. Как глупо это не звучало. Лучше один раз переспросить, даже лучше семь раз переспросить, потратить 15 минут на поиск информации, нежели потом столкнуться с трудностями. Выбираем язык, формат времени и метод ввода информации с клавиатуры, нажимаем далее, переходим непосредственно уже к установке, к установке операционной системы. И тут предлагает нам, пользователю, нам, точнее администратору, предлагает выбрать несколько редакций. Как я вам уже сказал, в редакции существует стандарт и дата-центр. И интерфейс. Интерфейс либо установка основных серверных компонентов, это консольный интерфейс, сервер-кор так называемый, и графический интерфейс, сервер с графическим интерфейсом пользователя. Заметьте, что архитектуру по умолчанию идет 64. Обратите на это внимание. Если процессор у нас с другой архитектурой, кстати, при сборе сервера, если вы это делаете собственноручно, а не с помощью конфигураторов, тоже обратите на этот момент. То, что только архитектура 64. При надобности, зачастую используется графический интерфейс, но при надобности вы можете и заранее установить интерфейс командной строки. И, кстати, в его случае оперативная память не 4 гигабайта минимум, а 2 гигабайта. Далее переходим к лицензионному соглашению, которое желательно хотя бы один раз в жизни прочитать. И я понимаю, что у всех процесс установки любой программы происходит с помощью... Побыстрее бы проскролить этот момент и принять условия. И неважно, какие условия я там принимаю. Один раз в жизни уделить 10 минут прочтению лицензионному соглашению, зачастую оно типовое и от программы к программе редко очень меняется. И старайтесь выработать у себя на первых порах привычку. Такую. Бывает момент, что если лицензионное соглашение, естественно, не помещается в экран, то добавляется экран с прокручиванием. И иногда начинающие администраторы сталкиваются с такой ситуацией, что они не могут принять, не могут нажать вот этот чекбокс. Это связано с тем, что разработчик операционной системы хочет, чтобы вы пролистали лицензионное соглашение до конца и только после этого данный чекбокс станет активным. Вроде информация на поверхности находится, но не всегда можно, ну не каждый до нее может догадаться. Поэтому, чтобы не сталкиваться с такими казусами и неприятностями, выработайте вся привычку пролистывать лицензионное соглашение и только после этого нажимать галочку чекбокс о принятии. Но советую хотя бы один раз в жизни его прочитать. Иногда много интересного можно узнать. Далее выбираем выборочную установку. Нам нечего обновлять, поэтому установка с нуля для опытных пользователей выборочная установка. Если нам нужно, то мы производим разметку жесткого диска на определенное количество гигабайт, которые мы заранее с вами запланировали. Обращаю внимание на то, что разметка производится не в единицах измерения, не в гигабайтах, а в мегабайтах. Поэтому ознакомьтесь, прежде чем производить данные манипуляции, ознакомьтесь с единицами измерения информации. Если вы их не помните, то что один, то что существует бит, нолик или единичка, дальше у нас байты, килобайты, мегабайты, гигабайты. И каждый увеличивается на 1024 у нас получается. Ознакомьтесь с этим моментом. После разметки жесткого диска происходит установка, распаковывается каждый компонент от нуля до 100%, и по завершению всей установки у нас появляется счастливое окошко о том, что операционная система перезагрузится. Момент установки занимает до 40 минут. Конечно, тут опциональный вопрос. Может быть и 5 минут, может быть и 30 минут, может быть и 40 минут. Но если вы видите то, что установка идет час, и вы понимаете то, что у вас аппаратное обеспечение, ваш сервер достаточно производительный, то, скорее всего, что-то с образом не так. Как говорится, бить тревогу после 45 минут установки уже требуется. Поэтому, если в течение 40-45 минут на оптимально производительный сервер не установилась операционная система, то перезапускайте или, скорее всего, придется поменять образ. После перезагрузки серверная операционная система, так как момент безопасности, именно пользовательской безопасности в серверной операционной системе продуман лучше, нежели в пользовательской операционной системе, он вам сразу заявит о том, что нужно установить пароль администратора. Пароль для администратора. И здесь у нас появляется несколько моментов. Во-первых, обращайте внимание и запоминайте, какой язык вы выбрали в самом начале, язык интерфейса. Если вы выбрали русский язык, то у вас администратор и учетная запись будут написаны, и в дальнейшем вы к этой учетной записи будете обращаться на русском языке. Если интерфейс был выбран, язык английский, то и администратор будет написан на английском, британском языке. И в дальнейшем, то есть учетную запись, когда вы будете, например, использовать административную учетную запись, будете уже записывать ее не русскими буквами, а английскими буквами. И особые требования к парольной политике тоже в серверной операционной системе у нас существуют. Согласно международным требованиям, которым компания Microsoft старается придерживаться, но не во всех вариациях. Согласно международным требованиям на 2019-2020 год, вы не должны использовать, естественно, всем понятные, привычные, стандартные пароли из серии QWERTY, QWERTY 1, 2, 3, Q, A, Z, W, S, X. Я говорю про набор клавиш, которые находятся рядом друг с другом. Вы должны отходить от этих паролей. Дата рождения, фамилия, прошу прощения, кличка кошки, ваша фамилия, тоже уходите от этих паролей. Рано или поздно с вами это сыграет плохую шутку. Придерживаемся международных правил. Используйте пароли 12-16 символов, латинский алфавит от буковки A до буковки Z, цифры, используйте спецсимволы, например, коммерческое A, плюс, минус, равно, запятая, апостроф, там, дефис. Из этих компонентов буквы верхний, нижний, то бишь заглавный и прописная буква английского алфавита, спецсимвол, цифры. Из этого вы складываете пароль, пароль, естественно, никому не говорите, и задаете его несколько раз. Первый раз и повторяете. После установки пароля вам предложат войти в вашу учетную запись. И первое, что вы увидите, это непосредственно Windows Server. Спустя пару минут после его загрузки прогрузится и основной интерфейс, с которым взаимодействует администратор, это диспетчер серверов. Обратите внимание, как я и говорил, интерфейс кардинально различается от интерфейса настольной операционной системы. То же самое меню пуск визуально выглядит по-другому. И все ненужные вещи, они сразу от администратора спрятаны. Все администрирование, все управление происходит через диспетчера серверов. Сервер менеджер. Так называемый. И давайте рассмотрим его основные компоненты, которые есть. И произведем первичную настройку, которую администратор должен делать сразу после установки операционной системы. Мы с вами видим адресную строку, в которой можно текстом перемещаться по разным каталогам. Это не всегда удобно, но просто имейте в виду, что есть такая возможность. Будет в выпадающем окне показана ваша история перемещений. То есть можно возвращаться не только стрелочками назад и вперед, а сразу перепрыгивать через упадающие пункты, через каталоги. Обратите внимание, что диспетчер серверов можно обновлять. Вы можете применять какие-то настройки, но чтобы они отобразились в диспетчере серверов, вы можете автоматически их подгрузить. Также рядом со значком обновления у нас есть флажок уведомления. Если происходят какие-то ошибки или происходят какие-то обновления, нужно доставить какие-то обновления, то все они хранятся как раз вот в уведомлениях. И далее мы видим управление, с помощью которого мы можем с вами добавить или удалить роль или компонент. Мы можем добавить сервер, добавить группу серверов и как раз настройки самого сервер-менеджера посмотреть. Начнем снизу вверх. В диспетчере серверов в его настройках мы можем указать периодичность обновления самого интерфейса. То бишь раз в 10 минут диспетчер серверов будет обновляться для того, чтобы подгрузить актуальную информацию. Забегая вперед, у сервера всегда должен иметься, например, статический IP-адрес. Но если мы его с вами в настройках сети адаптера сейчас установим, то он не сразу отобразится в сервер-менеджере. И для того, чтобы ускорить процесс обновления именно графической информации, мы с вами можем в настройках сказать не 10 минут, например, а 5 минут. И сервер-менеджер при запуске операционной системы автоматически открывается. Если вас это не устраивает, вам так неудобно, лично мне так тоже неудобно, я говорю, что я сам в состоянии открыть сервер-менеджер. Из одной консоли, из одной оснастки мы с вами одновременно можем управлять несколькими серверами. И с помощью Active Directory или по доменному имени мы с вами можем прикрепить в эту оснастку сервер. Какой-либо. Также мы с вами можем прикрепить набор серверов и группировать сервера. Тоже с помощью отнастки создания группы серверов мы с вами можем произвести данные действия. И, собственно, самая основная функция это добавление роли. С вами при добавлении первой роли DHCP на следующем занятии просмотрим это меню. Кстати, также обратите внимание, что в первую очередь, как только получается следующая логика, вы загрузили серверную операционную систему, у вас автоматически открывается сервер-менеджер. И первый вопрос, который он вас спрашивает, это сразу давайте добавим роль и компонент, давайте добавим сразу другой сервер для управления из одной оснастки, либо создадим группу серверов для центрального администрирования, однотипных этих серверов. То бишь, никакой лишней информации у вас нет. И, кстати, по оформлению серверной операционной системы фон по умолчанию идет просто серый фон, который спокоен для глаза и никак не отвлекает пользователя, точнее администратора от работы. В средствах мы с вами можем переходить к управлению непосредственно операционной системы. Например, мы можем открыть управление компьютером. То, что раньше в пользовательской операционной системе мы открывали через свойства, у нас сразу доступно в диспетчере серверов. Ну и другие, например, брендмауэр. Сразу настройки брендмауэра также находятся у нас под рукой. То бишь, не надо в панель управления никуда лезть. Вид. Этот вопрос касается только нас. То бишь, как нам удобно. В большом масштабе или в уменьшенном масштабе просматривать. Ну и справка, которую, думаю, мало кто пользуется. Что касается настроек локального сервера и так называемой первичной настройки серверной операционной системы, то, конечно, нужно начинать в первую очередь с имени сервера. Не нужно забывать про это, чтобы в дальнейшем не возникли проблемы при конфигурации домен-контроллера, про который мы обязательно поговорим. Не возникли проблемы с системами мониторинга. Мы сразу меняем имя компьютера, чтобы мы понимали, что этот сервер вот так вот он называется и выполняет такую-то роль. Исходя из названия, мы это можем с вами сразу понять. Сложно понимать, что делает сервер под названием win-l-r-n-e-0. Ну, как будто персонаж из «Звездных войн». Давайте изменим компьютер Windows Server 1. Пускай он так будет, у нас называться. Нас компьютер попросит, сервер попросит, операционная система, прошу прощения, попросит перезапуститься. Но этот процесс мы можем отложить на попозже. И желательно, конечно, подписывать описание. Этот момент уже связан с системой мониторинга. Подписывать описание того, что делает этот сервер. Мы этот пункт, когда начнем роли с вами добавлять на следующих занятиях, обязательно добавим описание. Перезагрузить позже. Все настроим и мы с вами сможем перезагрузить. Так как у нас нет никакого домена, то компьютер по умолчанию в рабочей группе. Настройки брендмауэра, чтобы у нас не возникало проблем в дальнейшем, мы сразу выключим. Это не самая хорошая практика. Хорошая практика – это добавление определенных правил в настройки брендмауэра. Или межсетевого экрана, либо firewall, еще его называют. Это одно и то же слово, один и тот же термин на разных языках. Хорошая практика – это добавление правил. Для того, чтобы пропускать, либо запрещать определенный протокол. Но так как мы сейчас не сильно будем в это углубляться, именно на нашем первом вводном занятии, то мы с вами выключаем брендмауэр. Основная ошибка, например, когда вы собираете связку из нескольких серверов, либо сервер и клиент, и вы начинаете проверять сетевую связанность. С использованием командочки ping, например. С помощью, точнее, утилиты ping. И эхозапросы могут не проходить на сервер. Как раз из-за включенного брендмауэра. Или на клиент, как раз тоже из-за включенного брендмауэра. Поэтому мы с вами выключаем брендмауэр. Давайте еще раз убедимся, что да, брендмауэр мы с вами отключили. И вот, кстати, видите, что он до сих пор еще включен. Мы с вами обновим интерфейс, чтобы не ждать 5 минут. И увидим, что по факту он был выключен, но просто графический интерфейс не успел обновиться. Мы с вами разрешаем далее удаленное администрирование и разрешаем использовать протокол RDP для удаленного администрирования. И сразу же, давайте, забегая вперед, произведем настройки сетевого адаптера. Так как протокол IPv6 мы с вами использовать не будем, мы выключим эту поддержку. А делается это следующим образом. В адаптере Ethernet 0, который у нас так называется, мы либо через данный пункт, либо внизу в панели пуск, в трея, нижний вот этот блок с иконками, называется трей, трей иконки. Мы с вами можем либо через пуск, либо через интерфейс локального сервера, через свойства интерфейса настроить сразу же сетевого адаптера. Как я уже сказал, IPv6 мы с вами использовать не планируем, поэтому мы его отключаем. И сразу настраиваем протокол. Интерфейс для протокола IPv4. Зададим адрес 192.168.1.1. Маска под сети у нас класса C 255.255.0. Основной шлюз такой же. ДНС давайте такой же зададим. 1.1. И пускай альтернативный ДНС. Почему бы нет, будет ДНС угол 4.8. Сохраняем эти настройки. Ошибка начинающих администраторов или администратор, который очень быстро спешит все настроить, это не нажать кнопочку ОК в данном пункте. Он обычно берет, закрывает все и думает, что у него все применилось. Но если мы с вами перепроверим, что же у нас получилось, то ничего не произошло. Кнопочку ОК нажимать не забываем. Не надо никуда торопиться, мы как бы не в полевых экстренных условиях разворачиваем сервер. Еще раз пробежимся по настройкам. Каждый пункт и для чего он настраивается в следующих лекциях, а именно на втором занятии, мы с вами проговорим. ОК. Опять же, обратите внимание, что у нас еще от DHCP сервер получает 5 минут ждать. А, очень быстро, кстати, обновился. Замечательно. И напоминаю то, что сервер, особенно сервер, на котором будет установлен DHCP, не может быть без статического адреса. Сам себе сервер выдавать адреса не умеет. Поэтому перед настройкой назначаем статический IP адрес. Далее в правой части настроек мы с вами можем сразу отключить обновление. Хорошая практика заключается в том, что да, пускай устанавливают, да, пускай и скачиваются обновления, но администратор сам должен принимать решение об их установке. Отключайте всегда автообновление. Пользователи Windows 10, Windows 8 наверняка знают, когда такой момент ощущают. Я сейчас вспомнил такой момент, когда вы приходите на работу, либо планируете у вас важный документ, отчет, либо вы хотите начать свой рабочий день как-то по-особенному. Вы приготовились к работе, вы знаете то, что сегодня я буду 10 часов вкалывать, мне это будет нравиться. И вы открываете ноутбук, запускаете учетную запись и первое, что вы видите, это Windows 10 вас приветствует и вас приветствует автообновление. И 2 миллиарда компонентов устанавливаются из числа 2 миллиарда компонентов. И вы понимаете, что пользователь, вы понимаете эту шутку, наверное, вспомнили себя, и вы понимаете, что пользователь, конечно, может такой момент потерпеть, но сервер, если уйдет в автообновление, то это может быть критично для организации. Поэтому автообновление отключаете. Отчеты об ошибках, их никуда отправлять не нужно. В следующем пункте, ни в каких программах участвовать вы тоже, мне кажется, не намерены. Программа по улучшению качества. Есть, я не знаю, действительно это так, вроде компании Microsoft далеко не самая последняя компания, а наоборот монополист в этой области. И говорят, по крайней мере, что действительно есть отдел, который читает данные отчеты. Но я лично сильно в это не верю, да и зачем? Я не уверен, что если у вас случится какая-то ошибка, вы отправите им отчет, и на ваш же телефон моментально вам специалист из техподдержки перезвонит. Конечно, такого не будет, поэтому не нужно участвовать ни в каких программах. Да и тем более вот этот мониторинг постоянный, загруженные, добавленные процессы в оперативную память, так как это постоянные процессы, а не как вы запускаете программу. Так как это постоянные процессы, отключайте их, чтобы не нагружать оперативную память, и, соответственно, бедную оперативную память. Далее конфигурация безопасности Internet Explorer. Что под этим подразумевается? Во-первых, Internet Explorer, скорее всего, это тот браузер, который существует для того, чтобы пользователь мог скачать другой браузер. И обратите внимание, если мы с вами будем искать какую-то информацию, например, я захочу посетить страничку yandex.ru. Он мне каждый раз спрашивает о данном сообщении, о том, что уверен ли я, что я хочу посетить данную страницу. Еще раз. yandex.ru У меня не подключен интернет к данной виртуальной машине. Но в любом случае, окошечко уведомления, ошибки вы видели. И чтобы оно не всплывало, вы человек адекватный и знаете, по каким ресурсам вам надо лазить, особенно с серверной операционной системы, поэтому отключайте эту конфигурацию безопасности, чтобы не тратить на нее время, и чтобы она вас не отвлекала. И последние два важных момента – это часовой пояс. Важный момент часовой пояс, точнее важный момент в настройке времени на сервере. Так как, скорее всего, вы в дальнейшем будете использовать такие вещи, как сертификаты, CCL-сертификаты, сертификаты безопасности, у вас время не должно расходиться на 23 часа 59 минут. И для удобства вы в любом случае должны иметь актуальное время под рукой перед глазами, точнее. Актуальное время перед глазами. Поэтому настройка времени, во-первых, для предоставления CEL-сертификатов, во-вторых, для единой синхронизации времени между серверами с использованием протокола НТП, вы должны поддерживать время в актуальном состоянии. И обратите внимание, что сейчас у нас по московскому времени на часах 21, 9 часов вечера, на сервере у меня 10 часов вечера. Поэтому, чтобы таких моментов у нас не возникало, мы с вами, во-первых, убираем синхронизацию по интернету время, дополнительные часы мы с вами не планируем использовать. Хотя, кстати, если у вас несколько филиалов в разных городах, где разный часовой поезд, то несколько часов вы можете сразу для удобства себе вывести. И мы сразу с вами изменяем время на 9 часов вечера. И так как у нас, у меня сейчас, и мы с вами будем разбирать Windows Server 2012, когда он вышел, когда он появился, а это произошло в 2013 году, мы с вами еще переводили время. Насколько я помню, 22 числа два раза в год. И жили, скажем так, немножко в другом часовом поясе. Логически в другом часовом поясе. У нас все-таки с вами, если мы говорим про Москву, плюс 3, а не плюс 4. Время мы с вами больше уже не переводим. Уже года 4 как. Поэтому выбираем Калининград, Минск. Окей. И так, спешивая с изменением времени. 21. Актуальное время. И если нам нужно лицензировать наш продукт, то мы всегда можем добавить ключ. У меня используется бесплатная версия на 180 дней. Учебная, пробная версия. Поэтому сейчас нам ключ, лицензия нам с вами не нужна. И данную версию я выложу, именно образ данной версии, в наш диалог в WhatsApp. Будет доступен для скачивания. Также мы с вами можем ознакомиться с основными моментами, касаемые оперативной памяти и объема жесткого диска. Такие вот мелочи. А иногда эти мелочи могут сыграть важную роль для нас. Как минимум это имя сервера, статический IP-адрес и обновление. И один пункт, который мы с вами не разобрали. Технология агрегации, агрегирования канала. Либо ник-тимминг, она еще называется. Данная технология настраивается на тот случай, если у нас используется несколько сетевых интерфейсов. То бишь два, как минимум два сетевых интерфейса. И мы подключаем наш сервер одновременно через два этих сетевых интерфейса. Мы можем эти сетевые адаптеры объединить между собой. Мы можем объединить сетевые адаптеры. И у нас происходит несколько моментов. Например. Давайте с вами представим наш сервер. Обычно сервер подключается через коммутатор к устройствам. И мы с вами используем агрегирование канала. То бишь подключаем два кабеля одновременно. В топологии агрегирование каналов обозначается вот такими вот двумя овалами с двух сторон оборудования. То бишь если вы будете читать сетевую топологию и увидите подобную схему, значит здесь используется агрегирование каналов. Ник-тимминг. И у нас получается то, что при объединении интерфейсов, во-первых, если с одним интерфейсом что-то случится, может выгореть порт со стороны сервера, может выгореть порт со стороны коммутатора, ну или сетевого оборудования, может быть перебой у кабеля, может быть что-то с коннектором. На физическом уровне большое количество проблем могут возникнуть, то у нас сервер продолжит прекрасно работать. Потому что второй кабель у нас остается рабочим. Это для физической, назовем это так, безопасности. А с логической точки зрения у нас происходит балансировка нагрузки. То бишь пропускная способность у нас делится между двумя физическими каналами. Но по факту со стороны физики это два кабеля, со стороны логики для компьютера, для сервера, для коммутатора в нашем случае это один логический канал связи. Давайте с вами напоследок добавим роль и посмотрим какие есть роли и какие есть у нас компоненты. Итак, при установке роли на Windows сервер запускается мастер добавления ролей и компонентов, как вы могли догадаться. На первом экране, в первом окне у нас появляется описание этой службы, чтобы в дальнейшем с ней не сталкиваться, сразу говорим, что мы прочитали, мы все знаем. Выбираем далее то, что мы хотим выбрать установку роли и компоненты. Удаленные рабочие столы мы с вами сейчас не разворачиваем. И данная роль была специально вытеснута из перечни ролей, так как к ней часто, очень часто администраторы прибегают. Чтобы им не выискивать ее в списке ролей, данную роль вытеснули отдельно. То бишь, отдельно роль и компоненты все, и отдельно служба удаленных рабочих столов. Далее, мы говорим, что вот мы хотим устанавливать на этот сервер. На этот сервер. И выбираем ту роль, которую нам нужно установить. Роли устанавливать по одному не обязательно. Если мы знаем, что мы будем использовать с вами сервер DHCP и DNS, одновременно и Active Directory здесь будет развернут, то мы с вами сразу можем подобавлять эти роли и доверяемся преднастройкам Windows сервера. То, что, обратите внимание, я только что кликнул на добавление сервера, там DHCP, возникло окно, говорю, добавить DNS, и он говорит, добавить необходимые компоненты. То бишь, за нас производят определенная настройка. И сразу же соглашаемся на два этих сервера, на две этих роли. Обратите внимание, компоненты, какие могут быть отдельно, точнее компоненты, которые взаимосвязаны с какой-либо ролью. Как я говорил уже, клиент Телнет, как мы видели, например, там SMTP, но это не к нам сейчас относится. TFTP сервер, TFTP клиент, точнее. Сервер, Телнет, FTP. Это компоненты. То бишь, самостоятельно они существовать у нас не могут. Дальше мы можем прочитать с вами информацию про DHCP, информацию про DNS и про все роли, которые мы с вами добавили. И в конечном итоге нам говорят о том, что можно поставить автоперезагрузку, если таково требуется. Соглашаемся с этим и устанавливаем эти две роли. Установка роли, самая долгая роль, которая будет устанавливаться, это DNS в связке с Active Directory. А в основном, каждая роль устанавливается 1-3 минуты. Поэтому в среднем за 2-4 минуты сейчас у нас две роли должны быть установлены. Максимальное время установки одной роли по опыту 15 минут. Если спустя 15 минут вы понимаете, что одну бедную роль сервер не может установить, то явно что-то не в порядке. Пора панику включать не нужно, но пора производить какие-то действия. Перезапускать сервер и заново запускать установку роли. Может быть, как раз опять вопрос к образу. Завершаем настройку. Вспыло у нас окошечко. Закрываем. Роли у нас добавились. Мы видим, что роль 2-dhcp появилась, роль DNS добавилась. И в уведомлениях всплыл, восклицательный знак появился. Говорит о том, что надо дозавершить настройку dhcp. Соглашаемся с этим. И на этом установка двух этих ролей у нас закончена. Итак, коллеги, мы с вами сегодня провели краткий экскурс в операционной системе, в виртуализацию. Поговорили про операционную систему, настольную и серверную операционную системы от компании Microsoft. Посмотрели на версии, на минимальные требования для установки. Поговорили про интерфейс, про функции и разность между настольной и серверной операционной системой. Поговорили про установку операционной системы. Поговорили про виртуализацию. И разобрали интерфейс сервер-менеджер. В качестве домашнего задания просьба выбрать гипервизор, который вам наиболее приятен. Гиперве, виртуал ПК, виртуал Бокс или ВМВАРе. Установочники и произвести установку на будущее операционной системы Windows Server 2012 R2. На следующем занятии мы уже приступим непосредственно к составлению нашей будущей топологии и к настройке DHCP. Роли DHCP. Поэтому в качестве домашнего задания исходники я предоставлю, точнее установочники предоставлю. А так, установка Windows Server на виртуальную машину. Итак, коллеги. Вводное занятие у нас с вами подходит к концу на сегодняшний день. Про дату следующего занятия мы вам объявим в общем чате, из которого вы получили ссылку. А так, жду ваших вопросов. Вопросы можно задавать сейчас в чате, вопросы можно задавать непосредственно в диалоге в WhatsApp. Либо мне в личные сообщения, либо в диалоге. Если вопросов нету, то наш вебинар, наше первое занятие на этом на сегодня закончено. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»